МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашем вечернем эфире мы рассказываем вам о работе депутатского корпуса собрания депутатов Неницкого автономного округа в этом выпуске. Депутаты окружного собрания провели 19-ю внеочередную сессию. Ее созыв был обусловлен необходимостью внесения изменений в статью расходов окружного бюджета и исполнения норм законодательства о налогах и сборах в 2020 году. Председатель окружного собрания депутатов Александр Лутовинов и вице-спикер Максим Арбузов в составе делегации от Неницкого округа приняли участие в 19-м съезде Единой России. Он прошел в Москве в конце минувшей недели. Работа над бюджетом продолжается. На заседании комиссии окружного собрания депутатов по экономической политике и бюджету рассмотрены расходы в сфере агропромышленного комплекса. Центр содействия семейному устройству «Наш дом» накануне посетили парламентарии региона. Депутаты осмотрели детские комнаты, группы и другие помещения, в которых свой досуг проводят воспитанники учреждения. Депутаты окружного собрания провели 19-ю внеочередную сессию, созыв которой был обусловлен необходимостью внесения изменений в статью расходов окружного бюджета и исполнения нормы законодательства о налогах и сборах в 2020 году. Общий объем доходов окружного бюджета на 2019 год не изменился и составил чуть более 21 миллиарда рублей. Расходы сократились до 24,3 миллиардов. Также произошло распределение средств по главным распорядителям бюджетных средств. Дополнительно выдано 200 миллионов рублей на выкуп ветхого и аварийного жилья. Это все делается для жителей Нейского автономного округа. Я считаю, что эта мера очень востребована. Ее необходимо было зафиксировать. Более 58 миллионов рублей будут направлены дополнительно на компенсационную выплату многодетным семьям взамен земельного участка. Эта норма коснется порядка 60 семей. По словам спикера окружного собрания депутатов, в законе учтены и поправки губернатора. Средства направят на мероприятия в рамках регионального проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи в части приобретения, поставки и монтажа девяти фельдшерских здравпунктов. Девять населенных пунктов, таких как Амдорма, Буглино, если позвольте, я их зачитаю, Лабовская, Верхняя Пеша, Чижа, Хангурей, Антик, Щелина. И в Учейске получат свои фельдшерские пункты в рамках софинансирования между бюджетами, соответственно, Федерации и Нейско-автономного округа. Более того, эта работа в целом, в комплексе, она позволит привлечь к нам на работу 15 врачей и 9 фельдшеров, что для нас весьма и весьма существенно, с учетом того, что у нас ощущаются проблемы по работе узких специалистов по тем или иным заболеваниям. Увеличено ассигнование на субсидирование бюджетных учреждений и на социальные выплаты. По предложению депутатов, Дома культуры поселка Красное выделят средства на приобретение концертных костюмов для вокальной группы «Красновчанка». При обсуждении законопроекта на Комиссии по экономической политике и бюджету парламентарии дали рекомендации администрации округа. В частности, предложено предусмотреть средства на индексацию зарплат работников бюджетных учреждений, увеличить субсидии образовательным организациям на погашение кредиторской задолженности. Комментируя принятие поправок в окружной закон, спикер регионального парламента Александр Лутовинов отметил, что работа над бюджетом продолжает носить социальный характер. Мы по-прежнему нацелены на то, чтобы в первую очередь решать именно те вопросы, которые касаются дополнительных мер соцподдержки и тех мер, которые направлены на улучшение социальных условий жизни наших людей в нашем округе. На внеочередной сессии региональным законодательством были утверждены налоговые изменения. Они касаются установления размера потенциально возможного годового дохода индивидуальным предпринимателям и размера фиксированного платежа для иностранных работников. Согласно поправкам к закону, установлены размеры годового дохода от сдачи в аренду жилых и нежилых помещений и садовых домов, земельных участков, принадлежащих предпринимателям на праве собственности, в зависимости от общей площади сдаваемой недвижимости. Так, для города и посолка искателей до 300 квадратных метров 500 тысяч рублей. От 301 квадратного метра до 800 квадратных метров 1 миллион рублей. От 801 квадратного метра и более 1,5 миллиона рублей. Для сельских населенных пунктов установлены следующие размеры. До 300 квадратных метров 40 тысяч рублей. От 301 квадратного метра до 800 квадратных метров 45 тысяч рублей. От 801 квадратного метра и более 50 тысяч рублей. Что касается иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации на основании патента, то они обязаны уплачивать налог на доходы физических лиц в виде фиксированного платежа. Его размер на 2020 год составит порядка 5 313 рублей в месяц. В текущем году он составляет 8 060 рублей. Представителями общественности в квалификационную коллегию судей Нинецкого округа назначены Евгений Макаров и Нина Шумила. Такое решение принято на внеочередной сессии окружного парламента. В соответствии с законом округа в состав квалификационной коллегии судей Нинецкого округа входит два представителя общественности. Ими могут стать граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет, которые имеют высшее юридическое образование, не совершали порочащих их поступков, не замещают государственные или муниципальные должности. Должности государственной или муниципальной службы не являются руководителями организации учреждений, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, адвокатами и нотариусами. Представители общественности в квалификационную коллегию судей назначаются собранием депутатов Нинецкого автономного округа сроком на два года и приступают к своим обязанностям 4 декабря 2019 года. В окружное собрание поступило два заявления от Нины Шумила и Евгения Макарова. По итогам тайного голосования оба кандидата получили поддержку региональных парламентариев. Председатель окружного собрания депутатов Александр Лутовинов и вице-спикер Максим Арбузов в составе делегации от Нинецкого округа приняли участие в 19-м съезде «Единой России» в Москве. На съезде был дан старт подготовки к выборам в Госдуму в 2021 году, объявлено о создании шести рабочих групп Генсовета партии по отраслевым направлениям и создан правозащитный центр партии. Также на мероприятие представлен новый формат работы общественных приемных «Единой России», где любой желающий сможет узнать о реализации парт-проектов. Кроме того, в соответствии с уставом «Единой России» прошла ежегодная ротация руководящих партийных органов. Реализация национальных проектов – одна из ключевых задач партии в регионах. Выполнять ее, по мнению губернатора Нинецкого округа Александра Цибульского, необходимо, основываясь на мнении и инициативах, исходящих от жителей округа. Те новые подходы, на которые сегодня формируются запросы большей части общества, они, конечно, должны быть основой работы нашей партии. Это должна быть, на самом деле, организация, которая слышит и является наиболее коротким звеном между чаянием людей и реакцией исполнительной законодательной любой другой власти. И в этом смысле мне кажется, что в Нинецком округе, с учетом наших особенностей, с учетом вот этого короткого отклика между проблемой человека и реакцией власти, именно «Единая Россия» должна стать, на самом деле, такой новой, обновленной системой, не хочу говорить слово «контроль», но хорошей такой системой мониторинга и участия в жизни наших граждан. На съезде прозвучало предложение премьер-министра Дмитрия Медведева по укрупнению партийных проектов по пяти направлениям. То, что давно напрашивалось, уже сегодня было озвучено. То есть у нас большое количество партийных проектов, зачастую они пересекаются. В том числе и работа по этим партийным проектам может дублироваться. То есть одни разные люди могут пересекаться в своей деятельности в разных точках. Ну, возьмем наш округ, у нас в округе. И сегодня прозвучало, что партийные проекты будут укрупнены. Это облегчит работу и поможет сконцентрировать больше усилий на каждом проекте. Также Дмитрий Медведев заявил, что «Единая Россия» должна мобилизовать всю структуру партии, начиная с ее первичных отделений. По его словам, написать хорошую программу мало. Партия должна быть готова ее выполнить. А для этого необходимо мобилизовать весь актив. Это на самом деле, повторюсь, сложная задача. И вот мы с губернатором Александром Витальевичем Цибульским говорили в перерыве, что действительно, наверное, роль первичек надо еще раз посмотреть, надо их поднять, в том числе обеспечить их ресурсами, для того, чтобы мы могли те вопросы, которые перед нами решаются в ежедневном режиме, они должны быть на повестке дня и спокойно, спокойно решаться. На 19-м по счету съезде дан старт подготовки к выборам в Государственную Думу в 2021 году. Создано шесть рабочих групп Генсовета партии по отраслевым направлениям, а также запущен правозащитный центр партии. Помимо этого, представлен новый формат работы общественных приемных «Единая Россия», где любой желающий сможет узнать о реализации партпроектов или вступить в партию. На заседании Комиссии окружного собрания депутатов по экономической политике и бюджету рассмотрены расходы в сфере агропромышленного комплекса. В рамках программы формирования и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2020 году предусмотрено 13 видов субсидий с общим объемом финансирования в размере 410 миллионов рублей. В ходе обсуждения депутаты высказали замечания и предложения. В частности, председатель Комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова рассказала о существующих проблемах обеспечения мясом оленя жителей Усть-Кары. По ее словам, в поселке практически нет оленина, даже в детских учреждениях. Татьяна Федорова предложила проработать вопрос о введении субсидий на внедрение новых технологий в сельхозпроизводстве. Вице-спикер окружного собрания Матвей Чупров озвучил предложение о пересмотре размера субсидий на производство и реализацию продукции оленеводства, которое не менялось в последние 4 года с учетом того, что ситуация во многих хозяйствах остается напряженной. Председатель регионального парламента Александр Лутовинов отметил, что главная цель субсидирования – это создание условий для работы сельхозтоваропроизводителей. «Наша задача – выстроить цепочку, понять, что реально необходимо, то есть нужна такая схема, которая будет работать и приносить результаты. Проблема в том, что мы рассматриваем отдельные вопросы, а комплексного представления нет. Депутатский корпус готов к совместной работе, ждем предложения от профильного департамента», подчеркнул Александр Лутовинов. В свою очередь, как пояснил руководитель Департамента природных ресурсов экологии АПК Альберт Чепдаров, разработан законопроект о государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в округе. Кроме того, параллельно разрабатывается дорожная карта развития мясомолочного комплекса. Администрация представит презентацию стратегии развития оленеводства в НАУ и законопроект о господдержке в сфере развития сельского хозяйства в декабре этого года. Центр содействия семейному устройству «Наш дом» накануне посетили парламентарии региона. Депутаты осмотрели детские комнаты, группы и другие помещения, в которых свой досуг проводят воспитанники учреждения. На начало года, я вам сразу скажу, было 87 детей. На сегодняшний день 60. Центр содействия семейному устройству – это не только дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но и временный приют для тех, чья семья попала в сложную жизненную ситуацию. Мы принимаем детей, мы помогаем им решать какие-то вопросы у нас, наши специалисты, то есть вплоть до того, что помогаем, там где-то трудоустроиться на работу ищем, помогаем там, то есть они на период лечения, прохождения лечения в ручье. Вы работаете, ну скажем так, с семьями, и благополучными семьями, и пытаетесь детей вернуть в их родные семьи. Это ваша главная задача. По группам возрастов, тех, которые там выпускаются, вы сопровождаете, и самое главное, я полагаю, что если трудоустройством, даже соцзащитой работаете, то есть у вас функции свои расширять, это очень хорошо. По словам исполняющей обязанности директора Ольги Волчейской, учреждение полностью обеспечено кадрами. Ну, большой текучки нет. Единственное, конечно, вначале были трудности, когда пришлось работать с подростками, с трудными, по-моему, подростками, поэтому кто-то не смог, не осилил, поэтому, ну тут сложно. Элементы трудового воспитания есть у нас? Конечно. Очень любят готовить, то есть мы из полуфабрикатов, и мы предоставляем полностью возможность, они очень любят. То есть в субботу, воскресенье у нас обязательно выпечка, салатик. Ну, хорошо. В рамках рабочего визита в Центр содействия семейного устройства «Наш дом» парламентарии осмотрели игровые комнаты, столовую и спальню. Здесь в текущем году был проведен ремонт и обновлена мебель. В планах руководства учреждения – обновление спортивного инвентаря. По словам спикера окружного собрания депутатов Александра Лутовинова, сейчас идет работа над бюджетом, поэтому очень важно учесть потребности учреждений. Каждый год в рамках принятия бюджета мы ездим по организациям, учреждениям, предприятиям для того, чтобы, еще раз понимать, потребности учреждений – это первое. Посмотреть, что сделано за истекший год, что необходимо сделать в будущем. Учесть те пожелания, которые сегодня были высказаны, в том числе. Есть проблемы, нет проблем. Воспользоваться услугами общественной бани по льготному тарифу многодетные родители смогут даже в том случае, если придут без детей. Соответствующее изменение в постановлении, регламентирующее порядок предоставления скидки на помывку отдельным категориям граждан, приняли депутаты горсовета после обращения к ним депутата окружного собрания Анны Булатовой. О том, что многодетные семьи не могут воспользоваться скидкой на помывку в общественной бане в том случае, если не взяли с собой ребенка, например, по причине болезни, парламентарию Анне Булатовой рассказала жительница Наринмара Светлана Петришова. Когда приходишь в баню без детей, и сотрудники говорят, что я должна оплачивать полную стоимость. Я говорю, на ком основания. Они говорят, что вот постановление, что вы, если без детей идете в баню, вы должны оплачивать полную стоимость. А если я иду с детьми, значит, я иду за полстоимости. У нас же есть семьи, в которых дети однополые. Есть семьи, где дети одни, чисто девочки, значит, папа должен идти за полную стоимость. Если одни мальчики, значит, мама идет за полную стоимость. А если, допустим, ребенок, дети заболели, значит, мама в эту неделю не идет в баню. Остается она грязная. Не у всех, особенно в Кармановке, есть возможность принять душ, ванну, когда там все неблагоустроенное. Во время встречи с Анной Булатовой многодетная мама озвучила данную проблему. В свою очередь, в парламентарий обратилась к главе администрации Наринмара и в горсовет с просьбой исключить из постановления такое условие, как совместное посещение с детьми. Недавно вопрос этот решился. Решился положительно. Согласно постановлению, родители, многодетные родители, в том числе и те, кто льготники, будут иметь возможность посещать баню, если, допустим, ребенок заболел. То есть, не обязательно совместно с детьми. То есть, если по какой-то причине ребенок отсутствует, мама может идти также по половинной стоимости. По словам Анны Булатовой, по обращениям жителей региона удалось добиться решения еще одного банного вопроса. Речь идет о приобретении талонов на помывку. В настоящее время они выдаются только в третьей бане, что вызывает массу неудобств у жителей, отдаленных от поселка Городецкий микрорайонов. Людям преклонного возраста и инвалидам приходится за талонами ездить в третью баню, с лесозавода, с Каджгарта, с баней номер один, в баню номер три в определенное время. Поэтому сейчас этот вопрос уже на первом этапе отрегулирован. Остается только, значит, будут талоны выдаваться на 2020 год уже по участкам проживания, в той баню, которую посещают наши жители, льготники. И плюс будет отрегулирован порядок получения этих талонов. Поэтому я очень благодарю Олега Ануфриевича, благодарю депутатов муниципального образования городского округа, город Наринмар, что они услышали эту проблему и внесли изменения в это постановление. Обновленные соцкарты с банковским приложением жители региона смогут воспользоваться уже в следующем году. Об этом рассказал руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Павел Окладников на заседании комиссии по экономической политике и бюджету. Сейчас социальная карта является идентификатором для получения детского питания, молочных продуктов для детей до трех лет и проезда в общественном транспорте. В дополнение к этому соцкарта станет единым идентификатором для прохода в школы, учреждения среднего и дополнительного образования и идентификации в отделениях МФЦ. Также планируется добавить к ней банковское приложение, рассказал руководитель окружного профильного ведомства. По словам Павла Окладникова, ведется работа по специальному приложению, так называемому социальному помощнику. Если у человека родился ребенок, ему не нужно ходить и писать заявление. В приложении при выборе функции рождения ребенка будут одоброжаться услуги, которые можно получить в этой связи, и будет предусмотрено автоматическое формирование заявления. Реализовать это планируется в следующем году. Руководитель ведомства также напомнил, что с 1 июля текущего года в региональных многофункциональных центрах запущено единое хранилище документов, куда постепенно заводят госуслуги. С этой базой напрямую будет работать и приложение «Социальный помощник». Это была программа «Законодатели». До встречи в эфире на телеканале «Север» на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин